На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Никита Чебыкин и в начале коротко об основных событиях среды. Жители с 40-го дома своей очереди уже дождались. Теперь им не обязательно подниматься на 9-й этаж или бояться старого основанного лифта. Но в итальянске обещаю служить долго и выполнять все нужные функции. Программа капитального ремонта заработала. В Нефтьюганске начали заменять лифты, которые прослужили более 25 лет. На территории лежат булыжники, облезки трубы. Одна труба вообще очень опасна. До такого роста нам просто торчит из земли. Безопасное детство. Состояние некоторых детских площадок внушает опасения. Очень благодарны вам за все, что вы делали, работали, трудились, строили, рожали детей, воспитывали их. Дай бог каждому жительница Нефтьюганской Агриппина Васильевна Панова отметила юбилей. Почетному преподавателю исполнилось 90 лет. Программа капитального ремонта, которую мы финансируем с сентября прошлого года, вступила в активную фазу. В этом году в Нефтьюганске начнут ремонтировать 19 домов. Сейчас Югорский фонд приступил к массовой замене лифтов. Подъемные механизмы, отработавшие 25 лет, заменит компания «Сургутлифтремонт». На данный момент ожидает приемки шахта 40-го дома в 13-м микрорайоне. Демонтируется оборудование, спускается через демонтажный люк. Обратно в этом же последовательстве собирается новая оборудование. Согласно программе капитального ремонта, с 2014 по 2043 годы в Нефтьюганске должны привести в порядок 503 многоквартирных дома. Общее число требуемых услуг насчитывает порядка 2500 работ. Среди них реконструкции подвалов, крыш, фасадов, систем водоотведения и отопления. Только в этом году поменяют 19 отработавших свой срок лифтов. Сейчас идет предварительная приемка подъемного механизма в 40-м доме 13-го микрорайона. Это очень современный лифт. В нем представлены все компоненты импортного производства. Именно главные приводы, приводы дверей. И полностью соответствует техническому регламенту таможенного союза. Срок службы данного лифта 25 лет. Подобные работы требуют особого допуска, который имеет компания «Сургутлифтремонт». Именно она выиграла контракт на замену лифтового оборудования. После 40-го сотрудники примутся за шахты 30-го и 29-го домов, тоже в 13-м микрорайоне. Следующий на очереди – 10-й микрорайон. Всего в текущем году в нашем городе осуществят 49 работ, взносы на которые поступают не только от собственников. С сентября 2014 года у всех собственников многоквартирных домов, которые попали в программу, возникла обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. За счет этих взносов плюс государственная поддержка в виде федеральной, муниципальной и окружной поддержки и являются средствами, которые идут на капитальный ремонт домов. По заказу управляющей компании механизм оборудовали четырьмя створками, что позволит малогабаритным группам свободно перемещаться. Также в кабине имеется камера видеонаблюдения, зеркало и датчик движения. Все кнопки оснастили азбукой Брайля для слабовидящих. Кроме того, движение лифта будет сопровождаться приятной и навязчивой музыкой. Стоимость конструкции более полутора миллионов рублей. Жители с 40-го дома в своей очереди уже дождались. Теперь им не обязательно подниматься на девятый этаж или бояться старого сломанного лифта. Но в итальянске обещают служить долго и выполнять все нужные функции. Более двух тысяч детей от 6 до 17 лет во время каникул будут посещать лагеря дневного пребывания. Первая смена откроется уже 4 июня. Готовность учреждений к жаркому сезону оценили на заседании межведомственной комиссии в администрации. Центры оздоровления и отдыха по традиции организуют на базе учреждений культуры, образования и спорта. Кроме того, к летней кампании присоединится Центр молодежных инициатив. Здесь создадут трудовой отряд из 10 человек. Приемка начинается сегодня, 20 мая. Уже заключены договоры на поставку продуктов. Учреждения укомплектованы профессиональными кадрами. Ведется санитарная обработка земель. По состоянию на конец апреля-начало мая удельный вес заключенных договоров на поставку продуктов питания по Югре менее 45%. Договоры на корицидную обработку 32%. И не все пищеблоки укомплектованы персоналом на 100%. У нас в этом отношении все в порядке. Члены межведомственной комиссии обсудили профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также уделили особое внимание подготовке к лету при домовых территориях. За полтора года в округе произошло 9 несчастных случаев на детских площадках. Чтобы избежать подобных происшествий, нефтьюганские специалисты провели комплексное обследование и определили, какие городки небезопасны для малышей. Их отремонтируют. Проверку прошли 30 спортивных площадок и 77 игровых. На многих объектах выступают болты, которые не закрыты никакими заглушками пластмассовыми, которые также могут получить травмы. Но частично отсутствует ограждение на многих площадках, в том числе и от карабица. Площадка в 12-м микроюме 10-й дом. На территории лежат булыжники, обрезки трубы. Одна труба вообще очень опасна. Вот такого роста она просто торчит из земли. Контроль за детскими площадками во дворах должны вести подрядчики. Среди них жилищно-эксплуатационные участки и управляющие компании. Они не всегда должным образом относятся к своим обязанностям, отметили на заседании. В связи с этим в ближайшее время будет организовано совещание при главе города. Елена Раянова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Глава региона призвала искать новые меры профилактики ДТП с участием пешеходов. Речь идет о детях, которые с началом теплых дней активно стали использовать велосипеды и ролики. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое прошло в режиме видеоконференции, Наталья Комарова предложила привлечь к профилактической работе общественников, сообщает телеканал «Югра». В эфире «Простая экономика». В конце этого года лучшие производственные предприятия округа получат право размещать на своей продукции товарный знак «Сделано в Югре». Об этом рассказал генеральный директор фонда Центр поддержки экспорта Василий Чемеркин. Параллельно будет развиваться англоязычная версия проекта «Made in Ugra», направленная на зарубежных покупателей товаров из нашего региона. Стоит отметить, что право пользования знаком для предприятий будет временным. Уровень качества необходимо будет регулярно подтверждать. Следить за этим будут общественные наблюдатели. Льготную ипотеку под 13% годовых смогут получить граждане, которые покупают строющееся жилье с земельным участком. Как сообщает российская газета, оформить ипотеку на таких условиях можно будет до 1 марта 2016 года. Кроме того, правила о выделении субсидий банкам и агентству по ипотечному жилищному кредитованию дополнились еще одним пунктом. В кредитном договоре может быть указано, что заемщик не обязан страховать свое жилье до оформления права собственности. Кроме того, страховать свою жизнь и здоровье претендентам на получение льготной ипотеки тоже не обязательно. В России может появиться патриотический телеканал для детей и молодежи, средство на который предлагается выделить из федерального бюджета. Эта идея уже получила поддержку в правительстве, сообщает «Известия». Вице-премьер Сергей Приходько дал поручение Министерству образования и науки сформировать рабочую группу по созданию подобного телеканала. По мнению автора инициативы, депутата от «Единой России», это даст государству новый и эффективный инструмент по популяризации патриотических идей среди молодых россиян. 112 тысяч растений ждут своего часа в теплицах компании «Универсал Сервис». Озеленители обещают в этом году преподнести жителям города небольшой сюрприз и уже начали оформлять клумбы. Высадка цветов ожидается после предстоящих заморозков. И плотно, 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 чтобы прям не было. И потом опять, и вот так вот по частям, помаленьку, дальше, дальше, вот так делаем. Ивана Дамарию любой нефтьюганец знает не понаслышке. Кумба «Лебединная верность» успела стать визитной карточкой городской площади. В этом году птицы вновь займут привычное место у фонтана, а сейчас они ждут своей очереди на реконструкцию вместе с другими украшениями. Компания «Универсал Сервис» планирует высадить на улицы около 112 тысяч растений. «Центральная площадь, это 16-й микрорайон перед поликлиникой, променад. Ну, естественно, мы уже заметили, наверное, горожане, что набережную задействовали. Там металлоконструкции у нас в Петунии и клумбочки тоже есть перед большим памятником». После посещения теплиц «Универсал Сервиса» становится понятно, насколько велик и сложен труд озеленителя. Каждое растение нужно вырастить в любви и заботе, высадить в грунт и все лето ухаживать за ним. У Алексея Филимонова нет дачи и домашних растений, зато есть любимая работа. Хотя он выполняет в основном мужские поручения, все же научился отличать агератум от цинерарии. «Я подсовно-рабочих таскаю кассеты, потом подношу, землю просею, потом так это помогает». Растения посеяли 20 февраля и вот уже первые сальвии зацвели алым цветом. Всего их вырастили около трех тысяч. Нежные цветки боятся низких температур, поэтому на городские клумбы попадут только с приходом лета. В прошлом году город украшали в большинстве своем анютины глазки. 2015-й станет для Нефтьюганска годом петуний. В этом году озеленители планируют высадить около 20 тысяч петуний. Белые уже набирают бутоны. После последних заморозков их высадят на клумбы города, где они будут радовать нефтьюганцев. Елена Гайлиман, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». В РН «Юганскнефтегаз» продолжается конкурс профмастерства. За звание лучшего на локальном этапе сегодня боролись слесари-ремотники всех цехов управления поддержания пластового давления. Организаторы сделали все от них зависящее, чтобы участники могли с блеском продемонстрировать свои навыки и профессиональные качества. В этот день шестерым конкурсантам пришлось изрядно поволноваться. Задание включает в себя проверку теоретических, практических знаний и навыков участников. Значит, сейчас мы проведем теоретическое задание и после теории приступим к практике. Сейчас, пожалуйста, подходите, берите билеты. Теоретическая часть состоит из перечня вопросов, касающихся специальности, требований техники безопасности и охраны труда. В практическую часть входит более привычное для участника задание, с которым он ежедневно сталкивается на своем рабочем месте. В зале тишина лица сосредоточены и серьезные. Слесари-ремотники цехов поддержания пластового давления должны в полной мере продемонстрировать свои таланты перед компетентными членами комиссии, высококлассными специалистами градообразующего предприятия. Жюри внимательно наблюдает за всем происходящим. Инструмент должен быть обедненный и, соответственно, любой инструмент должен быть исправный. Поэтому, когда участник разложил свой инструмент, я убедилась, что инструмент обедненный, что он исправен, что все ручки не имеют сколов, шероховатости, что весь инструмент заводского исполнения. Выполняя практическое задание, слесари-ремотники проводят ревизию запорной арматуры. Данная работа заключается в том, чтобы разобрать запорную арматуру, выявить дефекты, которые недопустимы для дальнейшей эксплуатации. Если такие дефекты имеются, заменить детали и собрать запорную арматуру. Кажется, что слесари-ремотники не в конкурсе участвуют, а просто выполняют свою ежедневную работу. Настолько уверенно они действуют, при этом комментируя все движения. Алексей Масунов из ЦППД-6 участник опытный. Конкурс профмастерства ему знаком. Сегодня он первым завершил соревнование. Осталось только дождаться результатов. Я считаю, что я достойно выступил. Участвовал в конкурсе в 2013-2014 году. Участвовал, третье место занимал. Звание лучшего по профессии дает возможность для дальнейшего карьерного роста. Позволяет победителю повысить свой квалификационный разряд и получить стимулирующую надбавку. По итогам конкурса третье место досталось Максиму Веркиенко из ЦППД-3. Второе – Марселю Мустафину из первого ЦППД. А лучшим на локальном этапе стал Виктор Киселев, слесаремонтник ЦППД-2. В целом было тяжело, соперники были достойные, но результат меня очень порадовал. Учить, больше давить на практику – и все получится. Каждый из слесарей ремонтников, участников конкурса, понимал важность и ответственность своей миссии. Все они постарались выложиться максимально. Светлана Леонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Кто, если не мы? 19 мая исполнилось 93 года со дня рождения пионерской организации. Несмотря на то, что самой пионерии больше нет, многие ее принципы легли в основу современной детской организации. Чем живет сегодня республика мальчишек и девчонок, расскажет наш корреспондент. Пионерия давно стала историей, но ее славные традиции живы. Школьники по-прежнему носят галстуки, хотя и не красные, и дают клятву. И даем удивительную клятву своему выбору и нашей редачке. Честно и с гордостью нести звание штабиста городского объединения. Развивать и приумножать ее традиции. Республика мальчишек и девчонок существует в Нефтьюганске с 1994 года. С тех пор, как перестала существовать пионерская организация. Ее создатели, сами бывшие пионервожатые, сегодня стали почетными гостями торжества. Когда-то они носили красные галстуки и верили, что благодаря их добрым делам страна будет процветать. Детская организация – это что? В первую очередь детская организация – это сплощение коллектива, это дружба между вами, это дружба между вашими народами, между всеми, понимаете? Поэтому я считаю, что как детская организация пионерская, как сейчас детская организация, как сейчас детские объединения, как называется, как бы там ни было, мы это должны сохранить. Неизменной остается и активная жизненная позиция, которой славились советские пионеры – помогать маленьким, заботиться о стариках. Штаб республики мальчишек и девчонок взял на себя организацию досуга молодежи, волонтерство, воспитание младших единомышленников. По мнению специалистов департамента образования, такая деятельность полезна и школьникам, и городу. Конечно, все это формирует в ребятах и активную гражданскую позицию, и лидерские качества, которые потом помогают в личном становлении, развивают самостоятельность. Ребята такие умеют выражать свою активную, именно активную позицию. Поэтому все то, что проводят ребята, большие городские акции, мероприятия, флешмобы, которые позволяют привлекать внимание и всех остальных горожан – это очень значимо для нас. Алина Симухина пришла в республику мальчишек и девчонок в пятом классе. Сегодня заканчивает девятый. Работу в штабе не бросает даже сейчас, когда нужно готовиться к выпускным экзаменам. Я недавно очень сильно плакала, потому что я просто не представляю, как я буду без лагерей, без вот этих всех мероприятий. И вот даже сейчас на награждении, когда говорили слова про выпускников, я чуть не заплакала, потому что я просто не представляю, как я буду без этого теперь жить. Это мое все стало. У каждого отряда в республике есть свое направление. Одни помогают ветеранам, другие следят за экологией. Однако всех этих ребят объединяет одна благородная цель – сделать родной город лучше. Мария Орехова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». 17 мая уроженке Ханты-Мансийского округа Агриппине Васильевне Пановой исполнилось 90 лет. Во время войны женщина работала в тылу, потом всю свою жизнь посвятила образованию. Подробности в сюжете. Агриппина Васильевна – редкая представительница коренной национальности ханты, дожившая до столь почтенного возраста. Родилась в далеком 1925 году в небольшой деревеньке Треньки в 20 километрах от Ханты-Мансийска. Свыше 30 лет работала в сфере образования. Сначала учителя младших классов – Каркатеева и Челскина, а затем заведующий детским садом. Я не знаю, мы маленькие были совсем. И я, значит, этих, которые младше меня усажжу, и как будто я учительница, и учу меня. После того, как умер ее муж, пришлось одной воспитывать четверых детей. Род Пановых укоренился здесь, и теперь у Агриппины Васильевны тьма внуков и правнуков. В этот день звучало множество поздравлений, в том числе и от Совета ветеранов, общественной организации спасения Югры и главы города. Очень благодарны вам за все, что вы делали, работали, трудились, строили, рожали детей, воспитывали их. Всего вам доброго. Агриппине Васильевне удалось сохранить ясность, ума и здоровье. Она активна и жизнерадостна. Всю свою жизнь она посвятила труду. Быть может, в этом и кроется секрет ее долголетия. Никита Чебыкин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Открытый чемпионат и первенство Югры по картингу, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Нефтьюганске 23 и 24 мая. К состязанию допускаются гонщики от 6 лет и старше. 23 мая начнутся тренировочные заезды, а 24-го состоится торжественное открытие соревнований. В мероприятии примут участие 40 команд Югры. Победители смогут помериться силами с лучшими гонщиками Уральского федерального округа. В окружном департаменте образования и молодежной политики считают, что это не только интересный вид спорта, но и довольно эффективная форма приобщения подрастающего поколения к техническому творчеству, поскольку подростки занимаются сборкой и ремонтом своих картингов. Сегодня в Югре развиваются более 100 направлений технических видов спорта. На эти цели ежегодно выделяются около 30 миллионов рублей. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Всего вам доброго и до встречи в эфире.